Вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь» Вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь» Вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь» Велик наш Господь Пой со мной Велик наш Господь Увидит вся земля Что Бог наш велик Великий Бог Отец Ты вечности Творец Ты начало и конец Ты начало и конец Ты единый Бог Отец и Дух Святой Он огнец и он лев Он огнец и он лев Велик наш Господь Пой со мной Велик наш Господь Увидит вся земля Что Бог наш велик О, слава вся тебе Твое имя Твое имя Твое имя Выше всех И душа моя И душа моя Поет Ты велик Ты велик О, слава вся О, слава вся Твое имя Твое имя Выше всех И душа моя Поет Ты велик 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 Наш Господь Пой со мной Велик Наш Господь Увидит вся земля Что Бог Наш велик Наш велик О, слава вся Твое имя Твое имя Выше всех И душа моя Поет Поет Ты велик Буду я петь И восхвалять Сладко мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое Буду я петь И восхвалять Сладко мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое Я славлю Тебя Господи Всем Сердцем Моим Совете Праведных В собрании Святых Велики Велики Дела Господни И вожделены Для всех Любящих Тебя Господи Буду я Петь И восхвалять Сладко мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое Буду я Петь И восхвалять Сладко мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое Дело Рук Его Истина И суд Заповеди Все В сердце Моем Живут Вещу Он Дает Боящимся Его Вечно Помнит Свой Завет Он С тобой Буду я Петь И Восхвалять Сладко Мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое Буду я Петь И Восхвалять Сладко Мне Имя Твое И чудеса Твои Возвещать Ведь Бог Упованье Мое И чудеса Твои 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 И благодарю я сегодня Бога за эту возможность и привилегию служить вам. Прежде чем мы будем сегодня говорить о времени, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за драгоценного Святого Духа, за дар веры. Мы благодарим Тебя за новую жизнь во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя, наш Господь, за силы, которые Ты нам даешь каждый день, чтобы преодолевать наши проблемы, нужды, всякие сложности. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, наш Отец, что Ты даешь нам мудрости, чтобы мы в своих решениях каждый день находили лично правильный выход. И мы благодарим Тебя за терпение, которое Ты даруешь нам, чтобы мы могли строить отношения любви с нашими близкими и дальними. И особое благодарение Тебе за благодать, милость, любовь, которые Ты изливаешь в наши жизни. Благодарение Тебе, честь, хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Пришло время поговорить о времени. И время является составляющей, частью нашей жизни. И с детства мы не наблюдаем за временем, мы даже не подозреваем о его существовании. Но приходит время, с каждым днем и с каждым годом оно начинает на нас влиять. И это влияние усиливается. Время, оно начинает нас просто преследовать. Сегодня в кассовых документах, в чеках, в проездных билетах, в телефонах, смс-сообщениях, везде указывается не только дата, но и время. И если мы посмотрим свои документы или твои документы, можно с точностью до минуты определить, где и когда ты сегодня был, и каким напряженным был твой день. Главной единицей измерения времени является секунда. И секунды складываются минуты, часы, дни, недели, декады, месяцы, кварталы, полугодия, года, десятилетия, века и тысячелетия. Временем измеряется история человечества, и временем измеряется наша жизнь. Нас, христиан, больше всего восхищает тот факт, что рождение нашего Господа Иисуса Христа на этой земле, оно потрясло весь ход истории. И отчет времени, который ведется после Рождества Иисуса Христа, называется Новой Эрой. И сегодня мы живем в 2021 году от Рождества Иисуса Христа. Время, которое было до его рождения, называется до Новой Эры. И удивительно, что летоисчисление ведется в обратную сторону, как будто вся история человечества до этого ожидала этого великого события. Воскресенье нашего Господа тоже внесло изменения в календарь, и воскресенье объявлен днем покоя и днем отдыха. Еще сто лет назад многие люди, не имея часов для обозначения времени, применяли следующее выражение. Встретимся на восходе, ушел с заходом солнце, когда было солнце в зените, или проснулся с первыми петухами, было заполночь или на заре. А войны древности, они обещали своим женам вернуться через три луны. Все эти определения, все эти знаки времени, они связаны так или иначе со временем. И ведь время, оно определяется положением солнца относительно нашей Земли. И у времени есть свои характеристики и особенности. Давайте посмотрим некоторые из них. Прежде всего, время — это расстояние между двумя событиями или явлениями, которые измеряются в секундах, минутах и часах. Время нельзя потрогать и его нельзя остановить. Еще Гераклит в древности говорил, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. У времени есть начало и есть конец. И также три измерения. Это прошлое, настоящее и будущее. И если прошлое время нельзя вернуть и нельзя исправить, то настоящее мы можем изменить, изменив свое поведение в настоящем. Время движется всегда в одном направлении, слева направо. Прошлое, настоящее и будущее. Нам не стоит бояться будущего, потому что наш Бог уже там. Время еще многогранно. И это доказывает большое количество цифр, которые его характеризуют. Мы говорим один день, час или год, два полугодия в году, три месяца в квартале, четыре времени года, четыре квартала в году или четыре недели в месяце, семь дней в неделе, 12 месяцев в году, 24 часа в сутках, 60 секунд в минуте или минут в часу. Мы говорим, что век – это 100 лет, год – это 365 дней, высокосный – 366, и тысячелетие – это 10 веков. Время имеет такую особенность, что оно лукаво, и оно ежегодно переходит из настоящего в прошлое. Еще минута назад, когда мы с вами только начали этот разговор о времени, она уже ушла в прошлое, и нам ее не повторить. Важно знать еще такую особенность, что Бог властен над временем, и Он измеряет время по Своей шкале и видит время в Своей перспективе. Писание во 2 Петра 3 глава 8 стих говорит «Одно то не должно быть сокрыто от вас, что у Бога один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день». Бог, дорогие, вечен, Он не ограничен во времени, Он вообще вне времени. И каждый день, который нам Бог дарует, это просто великая возможность нам раскаяться и обратиться к Нему. Каждый новый день – это великая возможность изменить жизнь к лучшему и начать новую жизнь с Богом. Каждый новый день, который нам дарует Господь – это великий дар милосердия Бога, чтобы мы могли сделать еще один шаг к Нему, стать к Нему ближе и увереннее в Нем. Бог назначил всему свое время. И очень ярко и подробно о времени написал Экклесиаст в 3 главе. И мы прочитаем с 1 стиха. «Всему есть срок, есть время всякому делу под небом, время рождаться и время умирать, время сажать и время корчевать, время убивать и время исцелять, время рушить и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданий и время плясок, время разбрасывать камни и время их собирать, время обнимать и время избегать объятий, время искать и время терять, время хранить и время выбрасывать, время рвать и время сшивать, Время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Бог, дорогие, назначает время, и Он знает каждый день нашей жизни. Еще важно знать, что время, оно скоротечно, и его всегда не хватает. И Псалмопевец в 89 главе 12 стих пишет, «Обращаясь к Богу, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И последняя особенность, о которой хочу сказать, что время, оно выделено всем в одинаковом количестве, это 24 часа в сутки. И мы можем по-разному относиться к нашему времени, мы можем торопить, тратить, убивать, терять и тянуть время. А можем, наоборот, ценить, беречь, считать и дорожить временем. То, что время мчится, уходит, летит, торопится, это, конечно, грустная новость. Но то, что мы с тобой являемся пилотами нашего времени, это отличная новость. И время – это имение от Бога. И важно, как мы будем этим имением распоряжаться. Существует такая дисциплина планирования времени. Мы планируем на год, на месяц, квартал, неделю. Есть планы на день и даже на час. И план как раз помогает нам правильно исчислять наши дни, не разбрасываться временем, а мудро его организовать. И мудрец очень точно сказал, не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизней в твоих днях. Каждому человеку необходимо научиться планировать время, экономить, умело им распоряжаться, проводить его с пользой и не тратить время зря. Давайте измерим одну минуту и измерим ее молчанием, чтобы мы с вами могли почувствовать, как это много. И время пошло, дорогие. Спасибо. Спасибо. Вы почувствовали, дорогие, как это много и как много мы успеть можем за одну минуту. И не зря мудрые говорят, что время – деньги, и только ленивый он не дорожит временем. Ленивый он не управляет своими мыслями, он следует за ней, он говорит, я не успею, уже поздно, мало времени, отложу на завтра. Или еще такой ответ, а почему я? И не зря считается, что лень – это средство массового уничтожения. Но человек, который умеет ценить время, и он живет по своим биологическим часам, – это человек очень ответственный, пунктуальный и обязательный. Мы выбираем с вами, что делать, как жить, как нам проводить свое время и как его тратить. Если мы хотим изменить результаты своей жизни, то нам необходимо изменить сам процесс жизни. И если мы хотим изменить мир, то мы должны изменить себя, изменив время своего провождения. Начни каждый день делать что-то новое или то, что ты уже давно не делал. Читать книги, больше молчать, чем говорить, углубляться в священное писание. Начни, не знаю, не кушать после семи вечера или разводить цветы, больше ходить пешком. У человека есть большие резервы времени, и Писание нам много об этом говорит. Посмотрим апостол Петр в первом своем послании, 2 глава, 1 стих. Вы должны освободиться от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. Апостол Павел в Галатам, 5 главе, пишет, «Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистые побуждения, необузданность, идолопоклонство, ненависть, ярость, самолюбие, ссоры и разногласия, борьба за власть, оргии и тому подобное. Это тоже, дорогие, то, что нам необходимо удалить в своей жизни. И Священное Писание часто нам дает такие советы, рецепты, закрыть уста, не говорить лишнего, оставить пустые разговоры и смехотворство. Кто-то очень мудро сказал, что человек учится говорить один год жизни, а учится молчать всю жизнь. Бог, зная наши с тобой возможности, разделил время на отдельные сутки по 24 часа. Он знает, что ты и я за один раз можем выдержать только один день. И делая анализ одного дня, мы видим, что 8 часов выделено нам на сон и отдых. Это необходимо для нашего здоровья. Еще 8 часов для труда. Это необходимо для нашей реализации и обеспечения жизни. И остается еще 8 часов, 3 из которых мы посвящаем еде и ее подготовке. 2 часа на разные разъезды, 1,5 часа на гигиену, на личную гигиену. И еще остается 1,5 часа на общение, общение с близкими и друзьями. Встает вопрос, как же нам с вами организовать свой день и все успеть. Важно учитывать такой факт, что время может быть нам помощником и защитником, а может быть для нас тираном и врагом. Во-первых, оно указывает нам на соблюдение режима труда и отдыха. И нарушение этого режима, оно рано или поздно приведет к сбою в организме и к выгоранию, к депрессии и хронической усталости. Важно также ложиться, спать не в тот день, в который ты встаешь. И опять же небо, закат солнца и сумерки, они напоминают нам, что день заканчивается и пора готовиться ко сну. До полуночи отдыхает наша нервная система, в другое время она просто не отдохнет. И во время сна наш мозг, он самый активный. Он раскладывает в архив нашей памяти всю информацию, которую мы получили за этот день. И еще важно, что он удаляет вредные вещества. Сон очищает наш мозг. И можно представить, какие проблемы могут возникнуть у человека, если он лишится сна на несколько дней. Это пытка такая. Вставать тоже, дорогие, надо вместе с солнцем, когда все просыпается на этой планете, земля, и просыпается организм человека. Утром думай, днем действуй, вечером читай, а ночью спи. Поздний подъем, он вносит в нашу жизнь дополнительный стресс, дополнительную гонку и суету. Часы также подсказывают нам, что пришло время завтрака, обеда и ужина. Но еще и подсказывают, что между ними еще не прошло 4 часа. И вот чувство голода, которое у нас возникает между приемами пищи, это сигнал нашего организма о недостатке воды, о недостатке пищи, как многие из нас думают. И постоянные перекусы, они не полезны нашему организму. И время подсказывает нам это. Часы подсказывают также человеку, что нам необходим отдых и в течение дня. Время, оно нас постоянно подгоняет и торопит, и нам нужно научиться останавливаться от этой суеты. И прежде всего это активный отдых, это спортивные упражнения, это пробежки, это прогулки. Нашим мышцам нужно движение, им нужен кислород. Важно также сегодня помнить, что социальные сети и медиа, они настолько проникли в нашу жизнь, что они заполнили все наши перерывы. Но если мы хотим иметь с вами ясность ума и мышление, то надо нам ограничивать себя от лишней информации и ненужной рекламы. Самый лучший отдых – это тишина, мир, покой. И мы с вами об этом говорили уже отдельно. Это когда ты наблюдаешь и наслаждаешься красотами природы, когда ты поклоняешься и благодаришь за это Творца, когда ты углубляешься в Священное Писание и наслаждаешься откровениями, полученными от Бога, когда ты остаешься один на один с Богом. Ты, Он и тишина. Не экономь, дорогой, на этом время. Его присутствие Писание говорит как врачество. И вспомним, что наш Господь Иисус, Он был самым счастливым, когда оставался наедине с Богом и наедине с природой. Бог – самый лучший часовщик. И если ты доверил дни своей жизни Богу, то Он научит тебя жить и в настоящем, и научит тебя наслаждаться жизнью. Ученые обнаружили, если вы находитесь в депрессии, значит, вы живете в прошлом. Если вы встревожены, значит, вы живете в будущем. Если вы в состоянии мира, значит, вы живете в настоящем. Я, дорогие, хочу предложить вам сегодня тест из 20 вопросов и ответы на которые позволят вам проверить, как ты умеешь жить в настоящем и как можешь наслаждаться жизнью. Я прошу вас ввести подсчет своих положительных ответов. Ты любовался этим летом звездным небом или падением звезд. Сидел на берегу водоема и любовался зеркальным отражением в воде. В этом году ты гулял в лесу или отдыхал на скамье в парке. Кормил белок, уток или голубей. Ты не спеша гулял под дождем. Может, подмигнул или улыбнулся встречному малышу или девушке. Любовался нежностью ветра или жарким поцелуем солнца. Гулял при луне с любимым человеком. Ты слушал в этом году вальсы Шопена. Наслаждался пением птиц. Держал на своих руках ребенка или любовался, как он сладко спит. За это лето ты хоть раз уступил место в трамвае или на парковке. Ты любовался осенним кленом или обильными плодами рябины. Ты был очарован утренним восходом или заревом заката. Ты просто слушал тишину. Ты сочинял стихи, музыку или рисовал картину. Ты плакал от переживания счастья. В прошедшие три месяца ты хоть раз наслаждался вкусом хлеба, чая или кофе. Ты в ближайшее время посещал больного или накормил голодного. И последний вопрос. Ты в этом месяце общался с Творцом Вселенной, но не ты говорил, а он. Если ты набрал менее десяти положительных ответов, ты входишь во вкус жизни. Но всем нам, независимо от результатов этого теста, важно помнить следующее, что цель жизни – это быть здесь и сейчас. Счастье – это когда ты становишься частью настоящего момента. И само слово «счастье» – это «я часть сейчас». Нам для счастья с тобой уже всё дано. И причём дано бесплатно. Это и земля, и небо, и солнце, луна, воздух и вода, насекомые, животные и растения. И, конечно, нам даны люди. И, дорогие часы, они даже каждую минуту подсказывают нам это. «Сей час», «сей час», «сей час». И в завершении этого раздела я хочу прочитать, напомнить слова одной старой песни. Для кого-то это будет новая песня. «Призрачно всё в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Маленькие дети и животные, они умеют жить настоящим. Будем наблюдать за ними и учиться. Сегодня, говоря о времени, мы не можем не поговорить с вами о последнем времени. Это время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. И если первый раз, 2021 год назад, он пришёл сюда как спаситель, то сейчас он обещает прийти как судья. Прийти, чтобы задать каждому из нас один и тот же вопрос, кто твой Господь. И церковь, она всю жизнь ждёт Христа, и уже первые ученики ждали пришествия Господа. И потому что Иоанн, он в Откровениях, 22 глава, 12 стих написал слова Иисуса «Се гряду скоро». Или в Евреях, 10 глава, 37 стих мы читаем «Ещё немного, ещё немного, и грядущий придёт и не замедлит». И каждое поколение христиан считало, что Иисус придёт в их время. И наше поколение, оно не исключение. Бог нам с вами дал достаточно информации, чтобы мы были готовы к Его пришествию. И вот лишь некоторые признаки Его пришествия. Откроем 2 Тимофея, 3 глава, первые 5 стихов. «И ещё знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги. Люди будут любить себя и деньги. Будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны. В душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога. Будут держаться внешней набожности, но откажутся от её внутреннего смысла». Даниил, 12, 4. «А ты, Даниил, сохрани эти слова в тайне и запечатай книгу до последних времён, когда многие будут блуждать и умножиться зло». И ещё одно место посмотрим. Евангелие от Луки, 21 глава, с 25 стиха. «Будут грозные знамения на солнце, луне и звёздах. А на земле народы будут трепетать в отчаянии от рёвом моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается. Ведь силы небесные сотрясутся и тогда увидят. Сын человеческий идёт на облаке, облечённый силой и великой славой. Когда это начнёт сбываться, выпрямите спины, поднимите головы. Ваше освобождение близко». Матвея, 24, можете прочитать самостоятельно. Что нам делать верующим в это последнее время? И Слово Божие даёт нам конкретные ответы. Бодрствовать, трезвиться, молиться и проповедовать. Бодрствовать, трезвиться, молиться и проповедовать. Проповедовать, дорогие, так, чтобы как можно больше людей не пробудились для новой жизни. Проповедовать так, чтобы мы могли передать истинную веру в живого Бога будущим поколениям. И проповедовать так, чтобы наши внуки и дети, они лично знали нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны ожидать пришествия Господа каждый день, но жить так, как будто Он придёт через сто лет. Ведь мы уже читали, что у Него один день, как тысяча лет. И никто не знает ни времени, ни часа, ни дня, когда придёт Сын Человеческий, кроме Отца Небесного. И нам с вами не стоит торопить время, потому что у нас уже есть эта великая привилегия проводить время с возлюбленным нашего сердца. Давайте снова вернёмся в сейчас и вспомним, что современная система, она ориентирует наш разум на видимый мир и на достижение видимых результатов. Описание учит нас Марка 8.36. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей навредит?» Означает ли это, что нам с вами не надо мечтать, планировать и что-то желать? Конечно, нет. Всё это нам нужно делать совместно с Господом. И Он покажет нам, когда и куда забрасывать наши сети. Каждый из нас должен осознать, что Он не просто единственный учредитель нашей жизни, но Он тот, кто всегда, везде и повсюду с нами. Это тот, кто видит нас и слышит постоянно. Это твоё сердце, оно в постоянной связи с Ним. И не зря притчи 4.23 учат, что больше всего хранимого, а храните сердце своё, ибо из него источники жизни. И если ты открыл своё сердце Богу, и если ты осознаёшь Его постоянное присутствие в тебе, то ты открыл эти источники жизни в себе. И пришло время окунуться в эти источники, в это безвремение и безмолвие, туда, где Бог. И вот в это время безвремени, да, безвремени Бог, Он наполняет нас своим миром, своим покоем и своей тишиной. В это время наш ум, Он отдыхает. Он отдыхает и успокаивается от забот, хлопот, проблем и всего того, что Он видит, слышит, и от чего Он обеспокоен. О чём Он переживает. И только в тишине, там, в тишине Божьего присутствия, мы с вами можем научиться жить под водительством Святого Духа. Сердце, оно мудрее разума, и наша вера, она выражается в ежедневном желании встречаться и быть с Ним. Существует два уровня реальности, поверхностный и глубокий. И вот первый уровень – это мысли человека, слова, воображение, образы и даже прежний опыт его переживаний. В это время человек, он ищет формы и их движения. Второй уровень глубокий – это безмолвие и безвременье. Это там, где нам нужно домолчаться и дождаться Бога. Здесь важны два момента. Первое – это терпение, и второе – это сила твоего намерения. Я хочу встретиться с Богом, я хочу погрузиться в Него. Как у Иоанна мы читаем, Он во мне, а я в Нём. И длительность такой молитвы – она не показатель ценности. Здесь важно качество. Богу нужно лишь одно мгновение, чтобы обогатить нас с тобой. И вот это время ожидания Бога – это как раз время подготовка к этому мгновению единения с Ним. За одно мгновение Бог может сделать то, на что обычно мы тратим годы. Чем глубже наше внимание к Богу, тем меньше у нас появляется мыслей, образов и всевозможных объектов. И вот как раз в этот момент и нет ощущения времени, хотя ты находишься в полном сознании. Время – это мера того, что происходит. Я повторю, время – это мера того, что происходит. Когда ничего не происходит, это и есть переживание безвременья. Это очень восхитительное время. Наши мысли с тобой – это движущие объекты, и они подчинены влиянию времени. Но они проходят, важно подождать. Когда нет мыслей, то нет и времени. И молитва эта, она происходит как вспышка. Созерцание, дорогие, это то, чем мы с вами будем заниматься на небесах постоянно. И еще одна важная характеристика – такая глубокая молитва – это прозрение на то, на что может похожа быть вечность. Сегодня мир требует от нас с вами постоянного внимания. Быть 24 часа на связи, меняться по первому требованию моды и постоянно заниматься своим саморазвитием. Сегодня социальные сети, фейсбук, гугл, сайты – они все хотят нашего внимания, и идет борьба за наш разум. И вот в этой обстановке гонки, в обстановке суеты я прошу вас быть особенно внимательным к словам нашего Господа в Евангелии от Матвея 28, 20. Иисус говорит, вот я с вами во все дни до скончания века, а в современном переводе это звучит так, я с вами всегда до конца мира. Бог, дорогие, он над временем, он в вечности, и он увлечет нас туда. Это не время после смерти, как многие из нас думают, это вечность, это отсутствие времени, и это место Божьего присутствия. Найди в 24 часах 20 минут для живого общения с Ним. Бог сейчас, всегда и вовеки с тобой. Подводя итоги нашего разговора о времени, хочу выделить три момента. Первое, что Иисус пришел, чтобы остановить время. Второе, когда ты с Богом, у тебя нет времени для беспокойства. И третье, Бог дал нам огромное имение времени, это целая жизнь. Но Он хочет, чтобы мы не жили с тобой в прошлом или в будущем, а Он приглашает нас с тобой в настоящее, жить здесь и сейчас. Он приглашает нас в безвремение и в вечность. В завершение хочу прочитать стихи Самуила Маршака о времени. Порой часы обманывают нас, чтоб нам жилось на свете безмятежней. Они опять покажут тот же час, и кажется, что час вернулся прежний. Обманчив дней и лет круговорот, опять приходит тот же день недели, и тот же месяц снова настает, как будто он вернулся в самом деле. Известно нам, что час невозвратим, что нет ни дням, ни месяцем возврата. Но круг календаря и циферблата мешает нам понять, что мы летим. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за дар жизни, за время имения Тебя. Мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас исчислять наши минуты, дни, года. Учи нас, Господь, не убивать время, а правильно его использовать. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости не торопиться, но и не думать, что у нас еще в запасе вагон времени. В это время гонки и суеты возвращай нас в свои покои, чтобы мы могли слышать Твой голос, чтобы мы могли переживать водительство Твоего Святого Духа. Научи нас, Господи, наслаждаться каждой минутой жизни, дарованной Тобой. Спасибо Тебе, что Ты любишь нас, что Ты направляешь нас и ведешь. Аминь. Спасибо, дорогие, за Ваше внимание и за Ваш интерес к проповедям, которые Вы видите на нашем сайте каждое воскресенье и каждый четверг. Особая благодарность Вам за Вашу финансовую поддержку Церкви в деле распространения Благой Вести. И я предлагаю сегодня продолжить эту хорошую традицию, и это святое дело, важное дело, и принести все даяния, приношения, десятины, пожертвования в Дом Божий. Чтобы выбрать способ пожертвования, можно посмотреть ролик с Миром Божьим. Дорогие друзья, если Вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые Вы видите на экране. В разделе «Услуг» набрать церковь «Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте Церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Субтитры создавал DimaTorzok